Девочка-пай 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 По карте показали, там так делают, сватать приезжают из района, карту показали, вот привольно, вот туда требуется учитель, ну и туда попадаю я. Ладно, это еще не о чем не говорит. Идет свадьба у моей одной родственницы, а у нее родственник из Курской, он был директором совхоза когда-то, струговщик. Я ему говорю, я еду, я еду вот так, вот так по направлению, привольно, да я там проезжал, там и воды нет, ну по-моему там сделали, по-моему что-то я проезжала, водонапорная башня стоит. Вы не представляете, я шок какой испытала, как я начала скулить, как я начала рыдать, куда я поеду, там даже воды нет. Нет воды, значит нет ничего, я так представляла. Мы выезжаем с Одисеи, а нас спрашиваем же, объясняют, что вот там вот там. Я говорю, как нет воды, там что-то вот, вот такие деревья, деревья, такого не может быть, чтобы там не было воды. Подъезжаем, трафаретка, хэ, привольный. Креново. Наезжаем, деревья, травка, все это, и водичка вот тут, вот тут была такая вот, сбежала. Это водонапорная башня. И значит мы сразу к Валентине Дмитриевне пошли, она меня приемила на квартиру буфетчицы, если вы помните, тетя Таня, Тетевская, цар стоит уже небесная. Вот она мне на квартиру к ней определила, и я с легким сердцем вернулась домой. И за возможность встретиться со всеми вами. Спасибо вам большое, родные мои девочки. И вам спасибо. Мои, 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 мои личные ощущения, поэтому я просто с вами делюсь этим. Да, мы все ходили в эту школу, мы все были равные, все были одинаковые, все были колхозники, дети рабочих, дети крестьян. Мы не различали друг друга, душили, любили, дрались, шкодили. Хачев Степанович наших пацанов по речке гонял, там, выталкивался, да, чтобы они не затопились. На лужок мы ходили играть в волейбол, в футбол, через козла мы прыгали, Хачев Степанович. Но я никогда не делала штабина, как тебе что дали. За настоящих учителей хочется и хочется, потому что мы все прошли, мы все получили настоящие с нами, настоящих людей, педагогов, которые были рядом с нами, которые до вечера оставляли наших пацанов оболтусов. И до вечера, пока вот он не поймет, что ему, что от него хотят, они его не отпустят. Иди оставайся под часами. Иди оставайся под часами. Мы с тобой страшно, с тобой? Иди оставайся под часами. Ты просто не говоришь. Я надо мне говорила. Ну что ты вот, от того, Каля. АПЛОДИСМЕНТИЕЗНЫЕ СМЕХ Спасибо. Спасибо. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В этой сказке персонажи все знакомы, гости наши, сестры вот, младшая Аленка, Настя и Марфуша, а еще есть зеркало и царь. Смотри и слушай. Три сестрица под окном пели песни вечерком. Пели, пили, говорили, как бы замужем пойти, как бы женихов найти. Старшая сестрица Марфушенька говорит. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Три сестрица Марфушенька ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Три сестрица Марфушенька ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 От любви словно пьяная, а к черенухе белая. А к черенухе белая. Чужие боли, чужие песни, не стану петь. Красивая, ты совестно влюбленная. Ты совестно счастливая, мечтами окрылённая. Я не играю и притворяю моих ошибок. Не перечисли. Я не играю и притворяю моих ошибок. 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 Не прожиться в мире этом, не прожиться в мире этом, без потерь, без потерь, не уйдет, как золотец летом, не уйдет, как золотец летом. А теперь, а теперь, листья жёлтые над городом кружатся, с тихим чёроком на под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Лишь я жёлтые, скажи мне, что он слышит. ПОЮТ ПЕСНЯ 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 А за что в гробе легче ладить по глобощам? А за что в гробе легче ладить? А за что в гробе легче ладить? А за что в гробе легче ладить? Спасибо. 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 Спасибо.